Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей, я рад вас приветствовать в московском доме книги. И сегодня у нас очередной обзор о книгах, посвященных городам. Сейчас человечество урбанизируется, все больше людей концентрируется в городах, переезжают из пригородов, переезжают из деревень, сел, каких-то отдаленных участков территории, в города, в крупные города преимущественно, потому что здесь активна жизнь человечества, здесь происходит технологическое обновление содержания нашей жизни, и вот этому посвящены очень многие книги, потому что это действительно проблема и перспектива нашего развития в текущее и в будущее время. Я расскажу вот о такой книге, она называется «Терра Урбана. Города, которые мы и есть многоточие, в котором мы можем сами определить, что же автор подразумевает и что мы сами считаем будет в дальнейшем. Либо мы их преображаем, либо мы их понимаем, либо мы их потеряем, либо мы их построим». То есть вот такая вот книга футуристическая о том, что ждет человечество в будущем, как будут развиваться города, будет ли это новый виток развития цивилизации, то есть появится новая технология или мы уйдем в какую-то экологическую катастрофу. Книга глубокая, интересная и актуальная, как никогда сегодня. Нисколько не отрицая процессы урбанизации и колоссальные достижения и мощь крупных городов, сложно в то же время не обратить внимание на пустеющие малые и средние города, теряющие население территории, приходящую в упадок из-за нерентабельности затрат инфраструктуру, что в конечном счете влечет за собой утрату контроля над территориями. Ведь контроль осуществляют люди, и пустоши всегда ничьи. Часто можно слышать, что концентрация людей в сверхкрупных городах и постепенное исчезновение малых форм расселения является естественным вектором. Однако это входит в противоречие как с примерами Европы и США, где малые и средние города вовсе не собираются исчезать, так и с геополитическими задачами национального государства, которое не может позволить себе покинуть собственную территорию. По соображениям безопасности в самом широком смысле этого слова, от обеспечения территориальной целостности и контроля границ и до вопросов экономического обеспечения и даже культурной идентичности. Существует эффективная альтернатива пространственной социальной концентрации – мегаполисам. Это опирающиеся на возможности современной транспортной и информационной инфраструктуры, распределенной сети малых и средних городов. Такие сети, будучи собраны инфраструктурными средствами в единое социальное пространство с размерным мегаполисом населением в 1-3 и более миллионов человек, получают серьезные количественные преимущества и могут предложить своим жителям все то, что может предложить мегаполис. И даже немного больше. Именно о них наша книга. В этой же книге говорится и о том, что сейчас переживает вся Земля, все человечество – это период глобального потепления. Именно этой проблеме посвящена книга Эрика Хольтхауса «Земля будущего, выживание в эпоху глобального потепления». В ней говорится о том, что, конечно, потепление, возможно, это естественная причина, естественные последствия, точнее, жизни Земли даже без участия человека. Но сейчас мы видим влияние человечества, влияние промышленности на экологию в целом Земли. И поэтому этот процесс, наверное, все-таки надо больше связывать с деятельностью людей. И как минимизировать наше отрицательное воздействие на природу, на экологию. Вот этому посвящена эта книга. Там будет как раз много интересных фактов о том, что сейчас происходит с океанами, с атмосферой. Те моменты, те факты, о которых мы иногда даже и не слышали. На самом деле, они имеют места быть и очень ставят под сомнение будущее других поколений, которые останутся жить на Земле. Мы ежедневно сталкиваемся с сюрреалистическими явлениями, свидетельствующими, что наша планета стремительно меняется. Катастрофы, связанные с изменением климата, уже нельзя считать обычными невзгодами. Мы нарушили баланс, из-за чего вероятность катастроф повысилась в особенности в тех районах, которые менее всего способствовали развитию этой проблемы. Ясно одно – в последние годы негативные тенденции только усугубляются. Теперь у нас не просто собачья погода, а лютые времена года. В 2012 и 2017 годах на большей части территории Северной Америки весна наступила чрезвычайно рано, и вскоре такая тенденция может превратиться в кошмар для земледелия. В марте 2012 года ночная минимальная температура в нескольких городах штата Мичиган побила прежние рекорды, из-за чего вопрос о скорых сборах яблок и вишни в штате повис в воздухе. В марте установилась полноценная летняя погода. Воздух прогревался до 32 градусов по шкале Цельсия. Тогда, как обычно, в этом регионе снежный покров сохраняется до апреля. В 2017 году весна вновь пришла рано. На этот раз на восточное побережье США сбились сроки птичьих перелетов. Из-за дисбаланса в количестве доступной пищи на побережье издалека пришли голодные звери. Не настолько серьезная книга, более популярная, чем предыдущие две, но тем не менее я тоже ее выбрал как один из трудов популярных по урбанистике, скажем так. Это Менно Схилдхёйзен, герландский ученый, известный автор статей книг по экологии, по эволюции животных и человека. И вот появилась его первая на русском языке книга, которая называется «Дарвин в городе». Дарвин упоминается не случайно, потому что мы знаем его как основоположника теории эволюции, и он в эту теорию, скажем так, поставил все формы жизни на Земле. Вот этот нидерландский автор как раз опять вспоминает о нем, подтверждает, что теория действительно имеет место быть и она существует в реальности. И он как раз говорит о том, как существуют братья наши меньшие в городе. Чем они отличаются от тех, кто живет вне города. Оказывается, животным очень комфортно жить с человеком. Решаются многие проблемы, как проблема питания, скажем так, проблема крова, то есть проживание с нами в одном доме под крышей – это для них действительно комфортное состояние. Но не только это происходит. Оказывается, меняются и привычки, и некоторые физиологические особенности птиц, насекомых, небольших грызунов, которых тоже много, в городах проживает. Вот об этом книга очень простым, интересным и познавательным языком написанная. Я вам обязательно рекомендую для того, чтобы расширить свой кругозор и знать больше о том, кто с нами вместе проживает, помимо людей. Еще ни разу наша планета не видела столь распространенного вида живых организмов. А как же динозавры, спросите вы? Но ведь динозавры – это целая группа животных, насчитывающая тысячи видов. Сравнивать их с Homo sapiens – все равно, что сравнивать все овощные лавки на свете с крупнейшей сетью магазинов. Нет, в экологическом плане Земля столкнулась с такой ситуацией впервые. Один единственный вид животных заполонил практически всю планету и вовсю использует ее в своих интересах. Уже сейчас мы прибрали к рукам не менее четверти пищи, производимой всеми растениями земного шара, и половину мировых запасов пресной воды. Такого ранее тоже ни разу не происходило. Ни один сотворенный эволюцией вид не играл столь важной роли в экологии планеты. Итак, что же делает природа перед лицом трудностей и возможностей? Она эволюционирует. Если это возможно, она меняется и приспосабливается, и чем сильнее воздействие извне, тем быстрее и масштабнее она это делает. В этой книге я покажу, что именно так и поступает природа. Мы слишком заостряем внимание на исчезновение нетронутой природы, а тем временем у нас за спиной, прямо в городах, от которых обычно воротят насы натуралисты, развиваются городские экосистемы. Мы пытаемся сохранить то, что осталось от экосистемы, существовавшей до появления городов. Но при этом благополучно игнорируем тот факт, что природа уже давно заложила фундамент для новых, современных экосистем. На этом я хочу остановиться. Приглашаю вас в Московский дом книги, где вы найдете гораздо больше еще интересных книг, чем я вам сейчас продемонстрировал. Спасибо вам большое за внимание.